МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! На канале Пермь на РБК новости. В ближайшие 10 минут актуальная деловая информация. Меня зовут Максим Самаров. В начале выпуска коротко о главном. В Пермском крае подведены итоги государственного микрофинансирования бизнеса. В ближайшее время планируется разработать финансовую стратегию региона до 2020 года. И Пермский край попал в двадцатку по реализации программы импортозамещения. В Пермском крае подведены итоги государственного микрофинансирования бизнеса. Основная доля льготных микрозаймов была направлена на развитие бизнеса в муниципальных образованиях края. За 2015 год в Пермском центре развития предпринимательства выдано 223 микрозайма на 139 миллионов рублей. Из них более 70% предоставлено предпринимателям из муниципальных районов края. Основные объемы микрозаймов были направлены в сферу торговли. Чуть менее половины. Треть – на развитие промышленности, производства, строительства и сельского хозяйства. Развитию микрофинансирования реального сектора экономики способствует условия получения займов, разработанные для малого бизнеса с учетом его интересов. Вся линейка финансовых продуктов нацелена на поддержку бизнеса на разных этапах его развития. При этом микрозаймы проще получить, чем банковские кредиты, они удобнее для малого бизнеса. Прежде всего, это низкая процентная ставка именно у нашей организации. Она обусловлена тем, что денежные средства поступают с федерального и краевого бюджета. Кроме того, мы все время работаем над совершенствованием механизма получения микрозаймов. Делаем, выносим такие предложения, чтобы эта процедура была проще, понятнее, доступнее и открытие. Отметим, что годовые процентные ставки в течение 2015 года снижались не менее двух раз. В планах Пермского центра развития предпринимательства в этом году увеличить активный портфель в два раза. С апреля предоставляют микрозаймы размером до трех миллионов рублей. Для поддержки компаний и предпринимателей с высоким оборотом с начала года введен новый микрозайм, партнерский, по которому группа предпринимателей может подать комплексную заявку на общую сумму до 21 миллиона рублей. В Пермском крае планируется разработать финансовую стратегию региона до 2020 года. Об этом министр экономического развития региона Леонид Морозов рассказал заместителю председателя Банка России Сергею Швецову. Приоритетными целями финансовой стратегии должны стать повышение уровня и качества жизни жителей Пермского края, рост реального сектора экономики, создание условий для развития финансового сектора в регионе в целом. Обсуждение основных направлений развития финансового рынка прошло в Уральском управлении Центробанка России. Участникам заседания был представлен проект документа «Основные направления развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка Российской Федерации на период до 2018 года» для рассмотрения и подготовки предложений. По итогам обсуждения с профессиональным сообществом доработанный документ будет направлен в правительство страны, а также в Государственную Думу для утверждения. Модернизация экономики региона сегодня одно из приоритетных направлений министерства. Напомним, для решения этой задачи в прошлом году был создан совет. «Мы создали совет по модернизации экономики при Министерстве экономического развития. В него входит представитель бизнеса, представитель научного сообщества, общественных объединений. 11 февраля на Конгрессе ученых-экономистов мы проведем первое заседание данного совета, где обсудим основные проблемы развития нашей экономики и основные пути». Совет обеспечит взаимодействие органов госвласти, высших учебных заведений, общественных объединений и научных организаций. Предполагается, что он также будет способствовать совершенствованию государственного управления в сфере инноваций. Признание дорогого стоит. Сегодня на заседании правительства региона главе Минэкономразвития Прикамья Леониду Морозову было вручено благодарственное письмо краевого премьера-министра Геннадия Тушнолобова за вклад в социально-экономическое развитие Пермского края и добросовестный труд. Мы присоединяемся к поздравлениям Леониду Юрьевичу. Пермский край попал в двадцатку по реализации программы импортозамещения в 2015 году. Рейтинг составлен компанией «Медиахолдинг» на основе данных из открытых источников. Рейтинг был составлен на основе базы СМИ-системы «Медиалогия», включающей более 30 тысяч источников – телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При расчете рейтинга учитывалось упоминание региона в контексте импортозамещения. Период исследования охватил весь 2015 год. В топ-5 медиарейтинга импортозамещения в регионах России вошли Москва, Краснодарский край, Свердловская, Челябинская и Московские области. Пермский край находится на 20-м месте. По Приволжскому федеральному округу регион на третьей позиции. Напомним, что в декабре 2015 года полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич провел в Перми совещание по реализации в регионе мероприятий, направленных на импортозамещение. На нем были рассмотрены вопросы создания условий для развития продуктов, способных конкурировать с иностранными аналогами. И в соответствии с поручением президента Российской Федерации в регионах создаются соответствующие органы управления, где-то это комиссии, где-то рабочие группы, которые должны синхронизировать возможности регионов и те подходы, которые сегодня реализуются на федеральном уровне для того, чтобы создать необходимые условия для наших предприятий, восходить с теми инструментами государственной поддержки, которые сегодня существуют. На совещании, в частности, было отмечено, что в регионе выстроена система по развитию импортозамещения, начиная с законодательного и административного регулирования, заканчивая комплексным решением задач по стимулированию и поддержке импортозамещающих производств. Это позволило региону войти в двадцатку по импортозамещению по версии медиалогии. Андрей Вылежнев, Олег Мясников, ПНРБК. Пермский край вошел в число девяти субъектов Российской Федерации, реализующих пилотные проекты по интенсификации использования и воспроизводства лесов. В рамках соглашения стороны выразили намерение осуществить реализацию пилотного проекта по апробации модели интенсивного использования и воспроизводства лесов. Для этого необходимо определить лесопромышленные компании, заинтересованные во внедрении интенсивной модели использования и воспроизводства лесов, выбрать лесные участки для проведения мероприятий пилотного проекта, определить научные организации для проведения исследований и подготовки обоснованных предложений по внесению изменений в нормативные акты. Кроме того, стоит задача разработать новые лесохозяйственные и природоохранные нормативы с учетом специфики лесных районов Пермского края. Напомню, в начале 2015 года предприятия «Партнерство лесопромышленники Прикамья» совместно с Уральским государственным лесотехническим университетом приступили к научно-исследовательской работе по комплексному изучению особенностей лесопользования в Пермском крае. Целью работы является разработка научно обоснованных нормативов ведения лесного хозяйства, учитывающих особенности лесопользования в субъектах России. Предстоит разработать оптимальную технологию проведения рубок, в том числе с использованием агрегатной техники и методы лесовосстановления с учетом специфики районирования Пермского края. В Пермском крае из распространения гриппа и ОРВЕ объявлен карантин в учебных заведениях. Болеют не только дети, но и взрослые. В разгар эпидемии эксперты проектов здоровья mail.ru провели опрос и выяснили, что 37% заболевших россиян не берут больничный. Согласно опросу, практически каждый пятый работник никогда не уходит на больничный при плохом самочувствии. Большинство берут больничный редко. 11% респондентов иногда. Тех, кто при любом недомогании берет листок нетрудоспособности и лечится дома, лишь 8%. Чаще всего от больничного отказываются, чтобы не терять часть зарплаты. Кроме того, люди не хотят тратить время на очереди в поликлинике и получение справки. Каждый пятый отмечает, что работать им придется в любом случае. В домашней обстановке это делать неудобно, поэтому они продолжают ходить на работу больными. Каждый десятый опасается, что коллеги или начальство посчитают его лентяем, а 5% и вовсе боятся из-за больничного потерять рабочее место. Оброс показал, что российские работники не сильно переживают за здоровье коллег. 56% респондентов уверены, что их соседям по офису безразлично, приходят ли они на работу больными. Более того, 17% утверждают, что в коллективе такая самоотверженность даже поощряется. А вот треть заметила, что к больным в офисе относятся негативно. Никто не хочет заразиться от коллег. По состоянию на 27 января в Пермском крае заболели гриппом и ОРВИ более 68 тысяч человек. Количество заболевших на этой неделе увеличилось вдвое по сравнению с предыдущей. Уровень заболеваемости по Перми превысил ежедневный порог в 3,3 раза, что создает угрозу для дальнейшего массового распространения заболевания, отметил Роспотребнадзор по региону. Пермский ученый стал одним из первых профессоров РАН. Александр Черных, заведующий сектором этнологических исследований отдела истории, археологии и этнографии Пермского научного центра УРОРАН, получил статус профессора Российской академии наук. Всего в гуманитарной сфере этот статус получили 12 докторов науки. В конце 2015 года решением президиума РАН утверждено звание профессора Российской академии наук в рамках реформирования национальной академической науки. Эксперты оценили вклад пермского ученого в изучение традиционной культуры русского народа и ряда других народов России. Напомню, что решением экспертного совета при Министерстве образования и науки Александр Черных признан лучшим ученым Пермского края по итогам 2015 года в области гуманитарных наук. Имея статус профессора РАН, Александр Черных может стать первым академиком-гуманитарием в истории Прикамьи. И это была вся информация выпуска. С вами был Максим Самаров. Оставайтесь на РБК. Всего вам доброго и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин